Девушки отдыхают Христос воскресе, дорогие телесрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого пророка Ильина Пороховых, протеерей Игорь Александров. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей. Приветствую всех боголюбивых слушателей, зрителей телеканала «Союз». Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Твои стены воскресе! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это «Молодежь и традиция». Звоните к нам в студию по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Но для того, чтобы вам, дорогие телезрители, было понятно, почему мы выбрали сегодня такую тему, программу мы начнем со вступительного ролика. Звучит песня «Союз» ПЕСНЯ Сестиваль духовной и народной музыки «Гуди Гораздо» проводится в этом году в третий раз. Этот приход святого пророка Ильи был одним из тех приходов, которые создавались заново, уже, можно сказать, в новое время российской истории. Храм открылся в самом конце 1988 года. Воскресная школа при храме открылась в 1991 году. И я в настоящее время являюсь ее директором. С самого начала искали какие-то формы общения, которые бы нас объединяли. Одной из таких форм – это были наши летние лагеря, летние поселения, которые здесь появились самые-самые первые в епархии в 1994 году. И вот еще одна такая форма – это проведение этого музыкального фестиваля, в котором действительно участвует, ну, не скажу, весь приход. Но, во всяком случае, очень многие прихожане добровольно уделяют свое время и силы для того, чтобы встретить гостей, принять музыкантов и обеспечить наиболее комфортные условия проведения фестиваля. У меня на шарапане косолапы петухи, я сама не косолапа, косолапы женихи. Сидела на башке, румянила щечки, людьми сказки напевать, я же такая... Дорогие друзья, вот, собственно, мы увидели то, что предстоит в ближайшее время, потому что ролик не этого года. Батюшка, какого года? Это ролик двухлетней давности. Там говорится в тексте о третьем фестивале, или инском. В этом году нам предстоит пятый уже фестиваль. Духовный и народный музыки. Батюшка, ну, сейчас создается такое впечатление, что молодежь стремится разорвать все связи с традицией. И неужели не вся молодежь такая? Я бы хотел, может быть, это было бы естественным. Все-таки, поскольку мы уже попали в наш гостеприимный приход, может быть, мы сейчас, как бы, образно говоря, предоставим слово, может быть, мы еще посмотрим, послушаем небольшое слово нашего настоятеля, отца Александра Будникова, который всегда благословлял и всегда очень, ну, в общем, очень нас поддерживал, и всегда, в общем, мы чувствовали его вот это благословение на нашем фестивале. Хорошо, прекрасно. Вот, может быть, мы так, а потом уже поговорим о каких-то философских, может быть, вопросах. Хорошо, батюшка. Тогда мы смотрим следующее. ...насколько это в наших силах и возможностях преподнести людям красоту нашей национальной, древней, может быть, не совсем древней, что-то древнее, что-то более, может быть, современное, но нашей национальной музыки, наш национальный фольклор. В людских душах, в людских сердцах что-то шевельнулось хорошее и доброе, чтобы нам хотя бы частично, хоть как-то возвращаться к формам и нормам и традициям нашей национальной жизни, наших национальных обычаев. То, от чего мы как-то так получилось исторически, это понятно, почему были оторваны. И, к сожалению, очень мало кто пытается к этому возвращаться, но начало уже положено, начало имеет место. И в этом роль наших всех исполнителей, всех тружеников на этом поприще очень огромна и велика. Желаю успеха и благословения Божия на этом фестивале. И дай Бог, чтобы вот эта традиция, которая ровно три года тому назад началась, или возрождена, скажем так, она имела бы продолжение. Не бывает всё без ошибок, может быть, что-то не по всей полноте выражено. Но на этом мы, естественно, учимся, делаем определенные выводы и всё время, всё время по пути совершенства. Батюшка. Да, вот такое напутствие нам дал наш отец-настоятель. Вопрос о молодёжи. Ну, знаете, Михаил, то, что молодёжь осознаёт себя как вот нечто чем-то небывалым в предшествующей истории и в предшествующей культуре, это, конечно, общечеловеческий момент, общевременной. И в этом ничего, конечно, удивительного нету, и всегда такой процесс встраивания молодых бунтарей в какой-то культурный поток, вот этот мейнстрим, скажем, или ещё какой-то стрим, он всегда имеет место. И в этом, в общем-то, не было бы ничего такого трагического, и, может быть, и не надо было специально церкви об этом задумываться. Ну, просто вот в наше время, если вот как два представления о мире всегда существовало, философских, со времён ещё, ну, опять же, греков, от которых мы всё это обычно производим, европейскую философию, это мир как становление и мир как бытие, мир как бывание, пребывание. Ну, вот буквально конец XX века – это утверждение вот такого взгляда, мир как становление. Всё должно становиться, менять прогресс. Вот этот самый прогресс, вот как бы бог, бог современного мира, да, прогресс. Ну и… А в церкви не так, да? Вот человек приходит в церковь, какой прогресс? Мы что, там, лучше, чем апостолы, да, лучше, чем отцы, там, 4 или 5 века, или просто верующие? Какой прогресс? И вот это не только для молодёжи, тема-то немножко у нас другая традиция, но не только для молодёжи, это для многих современных, наших современников, это вот один из главных таких вот камней преткновения. Как это так? В школе везде нас учили, что вот идёт прогресс, и вдруг такое место какое-то в мире, где никакого прогресса и нету. Вот в этом. Ну и вот это вот… Чем дальше, тем больше. Ну, конечно, можно сказать, что… А что тут удивляться? Это связано с научно-техническим быстрым прогрессом. Ещё недавно могли мы представить себе, да, что мы не только по телефону будем разговаривать, а там читать где-нибудь в метро, да, там, едучи, там, и новости, и писать, главное, ответы, и общаться, и текстовую любую видеоинформацию получать. Ну да, наверное, но тут я не берусь там, конечно, тут что причина, что следствие, но, по-видимому, какой-то вот такой лавинообразный процесс, что и сознание человеческое, и все отношения к жизни, оно вот такое, что вот… Да что там, это старое, это всё равно выбросим, да, всё одноразовое. Вот, всё одноразовое, всё… Вот, а в церкви другое, согласитесь, да, ничего одноразового нет, всё, 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 всё как-то к нам пришло, сложным образом тоже. Вот, и да, это проблема и для молодёжи, и не только для молодёжи. Ну, то есть, традиция без церкви неразделима, и невозможен возврат, как вы считаете, к каким-то, может быть, фольклорным элементам без возвращения и к церкви? Ну, нет, а зачем, что значит возврат к фольклорным элементам? Нет, тут просто тогда давайте вот немножко поговорим, что такое традиция, да. Да, ну, это латинское слово, оно, греческое – это парадусис, славянское – это предание, передание. То есть, само по себе слово «традиция», она включает в себя вот оба эти аспекта мира, и пребывание, и становление, потому что вот их гармонию. Если есть традиция, значит, есть что передавать, и есть процесс передачи. Вот что такое традиция. Поэтому, ну да, мы говорим, что традиционные ценности – это то, что было. Ну, можно так говорить, можно так говорить, но тут лучше бы, может, говорить о каком-то наследии. Вот наследие – это то, что вот это статическое, да, вот оно лежит, вот мы его воспринимаем, значит, мы к нему обращаемся, вот это да. А традиция – это другой синоним русского слова «обычий», от слова «быть» – «бытие», «обычай». То есть вот «обычий» – это форма нашего существования, правда? И можно сказать, что еще один синоним – это культура. Потому что, ну, культура, конечно, я понимаю, что существует наука культурология, которая дала там тысячу определений этому понятию, но мне кажется, наиболее удачная – это именно ненаследуемая память. Человек, выросший в какой-то культуре, это совсем не обязательно человек, ну, если в русской культуре, это совсем не обязательно человек с русскими генами. Это человек, для которого и родным языком явился русский, родной музыкой явилась русская, и так далее, и так далее, и так далее. И который мыслит вот этими образами вот этой самой русской культуры, да. То есть, вот сама по себе, можно сказать, традиция, можно сказать, обычай, можно сказать, культура. Поэтому во всей истории человечества нельзя представить себе чего-то вне традиции. И молодежь, любая молодежная группировка скоро убеждается, скоро, ну, не то что убеждается, она сама создает какие-то, как говорят, культовые фигуры, которые входят в эту самую традицию и заимствуют из каких-то других. Вот вы меня спрашивали про хипстеров. Ну, хипстеры смотрят фильмы, я не знаю, Курасава или Тарковского. Это что, не традиция, это культурная традиция. Ну, и там читают. То есть, ну как, вне традиции никуда. Это не традиция, это не обычай, не бытие фактически. Вот тут еще с недавно закончившимся этим конкурсом Евровидения, опять вот это вот нетрадиционные вот эти отношения часто вспоминаются. Вот, ну, вроде бы все понятно. Нетрадиционные. Вот традиционная семья, вот нетрадиционная. А отношения-то, они не просто нетрадиционные, они контртрадиционные. То есть, это отношения, которые сами себя не воспроизводят. Вот именно ведут к тупику, полнейшему тупику. Тупику просто не то что цивилизации, а жизни. Вот. То есть, они оказались нетрадиционными. Это проговор получился нетрадиционными. Как прерывающими бытие, прерывающими передачу бытия. Вот. Ну, и как вы думаете, где, по какую сторону должна оказаться церковь? В сторону традиции или в сторону вот этого прогрессизма, какого-то такого, значит, интеллектуализма, скажем, который, значит, вот, давайте выдумаем свой язык там, который будет никому не понятен и так далее. Ну, как? Батюшка, но достаточно ведь широкий спектр традиций существует и традиций народных. Может быть, какая-то, возможно, реклама тех или иных обычаев народных. Нужна ли она? То есть, что получит молодой человек, если вдруг он обратится к традициям и к народному обычаю? Ну, к наследию, да, как я говорю в моей терминологии. Ну, вы знаете, вообще, вот, конечно, в такой стране, как Россия, тысячу лет назад, крещенной и воспринявшей Христа, бывает сложно отличить, отличить, вот, где кончается, вот, как бы, традиционная или там, ну, этническая тут немножко неуместно, скажем так, традиционно-народная, да, и где начинается христианская. Потому что, ну, понятно, что заповеди Моисеева, да, они уже как-то так в крови, ну, конечно, не только, естественно, у русского народа, разумеется, но в том числе, да. Отношение, например, к этим, так называемым, нынешним проблемам биоэтики полностью церковь принимает, да, или, как сказать, ну, или в народе она сформировалась под влиянием евангельских высоких представлений о личности человеческой, о ценности жизни. Ну, так или иначе, оно есть и здесь, и там. И тут никакого противоречия не будет, правда, у православного человека и у человека, вот, входящего в эту традицию. Ну, даже, знаете, могу сказать, что вот мои бабушки, они были такими вот церковными старушками, которые, вот, и конечно, я не могу сказать, вот на, вот это мое воспитание, оно было, вот, так сказать, народным или, или вот христианским, что, что в нем было больше. Ну, вот, например, я, да, я точно знал, что вот слово серебро, молчание, золото. Вот такой народный сихасм, да, значит, вот этот вопрос, который периодически с научной точки зрения обсуждается. А вот тебя начальник обидел, надо ему возразить или не надо? Или надо хоть пойти там куклу там этого начальника измордовать? Вот, вот народная традиция однозначно отвечает, что не надо, что, 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 то, что еще то, что, ну, в полном соответствии с церковной, то, что грех, который не высказан, это одно, грех, который на языке, это уже, ты, ты уже с ним вступил в разговор, соглашение, грех, который уже в действии, это уже стадия развития греха. Вот точно так, точно так они меня учили, не ссылаясь ни на каких святых отцов и так далее. Поэтому здесь много таких, действительно, каких-то вот соприкосновений. Ну, я думаю, что в любого, конечно, христианского народа это будет непросто отличить, что вот в нем такое народное или, наверное, чисто народное, и вот что в нем, что у него вот от Евангелия, от христианского просвещения. Батюшка, ну, если говорить о частностях, о вашем фестивале, расскажите, пожалуйста. Да, вот это да, это вот как бы такие общие, такие философские наши основания. Фестиваль духовной, народной музыки. Ну, вы знаете, Михаил, я считаю, что мы как-то стараемся отдать долг вот этому наследию нашему. Действительно, вот эта тоже евангельская поговорка «Нет, пророк, в своем Отечестве» как-то для России она имеет какой-то фатальный характер. Да, и мы знаем, что и до революции не всегда по достоинству оценивались вот какие-то таланты именно в России. Кто-то уезжал. Ну, про революцию я уж и говорить не буду. Тут пророки просто побивались камнями. Ну, и дальше, и дальше, и дальше. И вот отношение к своему, да, вот к этому, к своему вот как раз наследию. Особенно вот за советское время накопился такой долг, потому что, ну, понятно, что вот это народное творчество, народное музыкальное творчество, оно было связано с народной жизнью. Народную жизнь, как вы понимаете, за эти годы сколько раз ломали через колено, скажем, уже после коллективизации, после Великого Перелома, уже после всяких лесозаготовок, я даже не говорю уже о явных таких репрессиях, а просто вот как уже трудно говорить о том, чтобы вот эта традиция представлена была во всей полноте. Более того, если человек где-то запевал какую-то просто безобидную песню там, какую-то свадебную, она могла оказаться кулацкой, и лучше не надо, лучше ребята пойти там о Сталине и Ворошилове, значит, вот, да, значит, вот. То есть, и вот, вот даже недавно был День Победы, вот, слава богу, много, достаточно много, и до сих пор какие-то мы видим новые фотографии, война, и вот даже фронт, да, вот, и вот наши воины. И подчас там вот такой мужичок там с гармошкой. Ну, знаете, вот этот, я, конечно, опять же, ничего против не имею, и я понимаю, что вот эти военные песни авторские, да, вот, которые звучали в эти дни, конечно, это тоже традиция уже, это уже, конечно, наша культура, но я не думаю, что вот этот деревенский мужичок, который, значит, вот, он пел там, ну, вот эти песни, да, значит, вот авторские там, я думаю, что у него и радио-то не было, я думаю, что он этой гармошке играл то, что вот слышал все-таки в своей деревне, и мы даже не знаем, что. А я уж не говорю про какие-то более давние времена, знаете, я помню, когда отца Дьякона Андрея Кураева, да, он так выступал в защиту рок-музыки, и вот такую фразу, не знаю, помните, мне она врезалась в память, а что воины, скажем, там, Дмитрия Донского в атаку шли под Вополи-Березка, спрашиваю, так не под Вополи-Березка, конечно, и шли, но песни-то были на любой случай, и там, и наигрыши, и вот как-то так вот, мы вот здесь живем, мы говорим о том, что мы вот, мы тоже, мы же относимся к этой культуре, к традиции, мы даже не знаем, мы не представляем даже, мы читаем русскую классику, там, Пушкин, да, там, Дубровский, там, поют песни, там, Капитанская дочка, мы даже не представляем, как они звучали, то есть это все онемело, все это, ну вот, поэтому вот такое было желание как-то, как-то вот представить вот эту вот русскую культуру несколько более полно. Патюшка, у меня есть предложение, может быть, несколько окунуться в фестиваль. Обязательно, обязательно, надо дать нашим слушателям большое представление, какая музыка все-таки у нас звучала за эти четыре прошедших года, давайте хоть что-нибудь посмотрим. попросим снова включить нам следующий ролик. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ отец я так понимаю это хор вашего храма да это насчет послушали хор нашего храма они исполняют конечно русскую классику конечно вот глинку но но вот аккомпанемент там вот там и гусли 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 и домра вот то есть это вот в таком здесь вот так вот представлен уже конечно это концертные инструменты конечно это не но опять же и такая традиция есть да и я и условно называю андреевской да вот как бы представить представить народный инструмент в концертном зале тогда не было никакой звуковой техники не было микрофонов нужно было вот изобрести такие инструменты которые бы играли громко ну соответственно строй их подогнать несколько может быть под вот такой традиционный западный да вот такие инструменты у нас тоже конечно и хотели продолжить тульским коллективом да там у нас там совместно на самом деле выступление петербургского и тульского ансамблей тут на тут такое патетическое да было но немножко показать другую сторону фестиваля давайте посмотрим а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 у нас концерт также гуслеров в Александро-Невской лавре, в концертном зале Духовно-профессийского центра Святодуховский. Это в 18 часов у нас начнется концерт. Там будет уже более широкий состав выступающих. Ну, я надеюсь, что все вот эти ну, вот я назвал только две фамилии, они тоже здесь будут выступать. Ну, и главное, конечно, для нас событие нашего фестиваля, это концерт-праздник, концерт-гуляние у стен храма или пророка, который состоится в воскресенье. Да, вот фрагмент аналогичного концерта, фрагменты мы уже вот посмотрели именно на открытой эстраде и вокруг эстрады у храма или пророка в воскресенье, 18 мая в 13 часов до храма или пророка. Храм или пророка находится по адресу шоссе революции 75, это храм или пророка на Пороховых. И добраться до нас можно от метро Ладожская автобусом 168 или К92. Спасибо большое, батюшка. Спасибо. Хотелось бы спросить о такой материальной составляющей. Ведь мы вот видели огромное количество интересных музыкальных инструментов. Это же не один день необходим для того, чтобы научиться на них играть. Как наследуется вот такая традиция? Ну, вот в плане вот этой концертной или вот Андреевской традиции, ну, здесь более-менее благополучно. Здесь у нас есть сразу несколько музыкальных школ, но прежде всего это музыкальная школа имени Андреева на Московском проспекте, где учат играть в том числе и на гуслях, и на других народных инструментах. И в других музыкальных школах тоже есть у нас отделение, как говорят, народники. Вот эти народники это вот исполнители на этих традиционных, на вот этих концертных инструментах. Что касается традиционных или, как еще называют, архаических гуслей, здесь у нас, конечно, очень плохо, потому что вот к тому времени, о котором я уже вот вспомнил, это 70-е, 80-е годы, эти гусли оставались только где-то на чердаках разбросанные, может быть, по несколько штук на область, и, в общем, уже без струн, и, в общем, их, ну, в общем, гуслеров удалось записать буквально по пальцам тогда, буквально штучное число. Вот это, ну, здесь можно назвать среди тех, кто возрождал вот эту традицию такого замечательного гуслера Андрея Байкальца, был такой тоже энтузиаст в Новгороде, Владимир Иванович Поветкин, который копал глубже, кажется, и в Новгороде пользовался результатами археологических раскопок, вот теми инструментами, то, что от них осталось, вот древнерусские гусли, я сейчас не буду в технические подробности даваться, но вот на таких гуслях у нас нет, в России до сих пор у нас нет системы обучения, вот, хотя у нас есть, в консерватории у нас есть вот лаборатория, как она называется, этномузыкологии, где русскому фольклору уделяется достаточное внимание, конечно, и если человек уже сам чему-то научился предположительно вот играть вот на этих концертных гуслях, то и, ну, и в каком-то инструменте музыкальном, то там он уже может освоить и вот и такой вот архаичный инструмент. Ну, кстати, я хочу сказать, что вот на этом нашем фестивале, вот, можно сказать, эталонный для нашего города, ансамбль, фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории, примет участие вот в этом самом концерте у стен храма или пророка. Батюшка, ну, насколько я понимаю, существует и дружба традиций и инструментов, у нас в запасе еще один есть ролик, это трио, там, я так понимаю, скрипка, гусли. Скрипка, гусли, гитара, да. Ну, скрипка, скрипка в том или ином виде, она существует как народный инструмент, и архаичная такая скрипка называется гудок, ну, это тоже скрипка, это тоже струнный инструмент с грифом и со смычком, вот, поэтому, ну, а уже в 19 веке, особенно где-то там в городе, это и просто скрипка, вот, ну, гитара, еще более поздний, конечно, инструмент, но этот ролик стоит посмотреть, поскольку он как-то отвечает на вопрос, что действительно вот молодежь и традиция, и, ну, и вот сейчас и наше отношение к молодежи, да, давайте посмотрим, послушаем, с удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Для наших детей, для того времени, это сработало. Это не было как-то наложенным сверху, свыше. Попробовали, пригласили. Я уже не помню, какой коллектив к нам тогда приходил. И вот сейчас у нас, помимо фестиваля, у нас существует и ансамбль гуслеров, и вокальный, скажем так, фольклорный ансамбль взрослый и детский. То есть мы как-то вот, пусть на скромном уровне, еще не таком, чтобы показывать по каналу «Союз», но мы поем, сами поем, сами играем на гуслях, сами пляшем. Батюшка, у нас еще один ролик остался в запасе, который хотелось бы успеть посмотреть. Может быть, два слова о нем? Ну, это тоже хор имени Анны Эповой. Это народный хор, который Наталья Юрьевна Горянина, она очень хорошо представляет народную традицию. Но вот она сознательно тоже придерживается вот такой уже, ну, не хочу сказать академической, но как бы вот это уже обработки какие-то. Или даже авторская песня, ну, вот такая вот она в народном стиле. И мы тоже с этим хором очень дружим. И еще раз хочется поздравить наших телезрителей с продолжающимся праздником Пасхи. И пусть одним из поздравлений будет вот эта песня в исполнении хора имени Анны Эповой. И солирует там, не солирует, конечно, а компонирует на гуслях там замечательная санкт-петербургская исполнительница Наталья Федорова. Песня. 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 Настроение просто потрясающее. Да, трогательно. Знаете, Михаил, пока звучал ролик, я так немножко пришел в себя от этого вопроса. Который задала мама девочки. Знаете, что я хочу сказать? В 14 лет подобное заявление, скорее всего, означает «мама, я не такая, как ты». И отчаиваться не следует, а следует искать общие темы, искать то, что вас объединяет сейчас, а не то, что разделяет. А если позволите, я еще раз приглашу наших телезрителей на фестиваль духовной и народной музыки Ильинский 2014 года. Еще раз напоминаю, что родители с детьми мы приглашаем к нам в Ильинскую Слободу, в здание воскресной школы, храма или пророка, в субботу в 12 часов. А далее уже совсем зрители и слушатели любого возраста в Александро-Невскую лавру, в концертный зал Святодуховский, также в субботу в 18 часов. И на заключительный концерт-праздник у стен храма или пророка в воскресенье в 13 часов. Спасибо большое, батюшка. Буквально 2-3 минуты осталось у нас времени эфирного. Может быть, все-таки еще несколько слов о том, что ждет молодежь, по вашему мнению, на опыте того, что вы видите сейчас? Что ждет, в смысле? Какую тенденцию вы видите? Куда движется все? Знаете, я, может быть, немножко, тут, конечно, никто не, как эту группу не изучал, молодежь, что не молодежь. Я хочу сказать немножко о традиционной культуре, наследии нашим. Три дня назад, ну, в понедельник, в Русском музее закрылась выставка традиционный русский народный костюм женский. И выставка еще не закончила свою работу, а достаточно дорогие каталоги выставки были распроданы все. Это довольно уникальный случай, то, что выставка еще работает, а каталогов уже нет. Обычно бывает наоборот, выставка закрылась, и эти каталоги доступны. Ну, вот, я повторяю, я не знаю, только ли молодежь приобретала, кто их дизайнеры, кого это заинтересовало. Но, ну, вот, интерес к нашему наследию, к культуре жив. Именно. Спасибо большое, батюшка. Прошу вас снова благословить наших телезрителей на прощание. Воистину воскресе Христос, дорогие телезрители, уважаемую и любимую мною телеканала «Союз». Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что с нами сегодня в гостях был клирик храма святого пророка Ильина Пороховых, протеерей Игорь Александров, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч, Христос воскресе! Субтитры подогнал «Симон»!